Новости в эфире информационного канала Севастополя в студии Дмитрий Дудко. Здравствуйте. В Севастополе необходимо демонтировать около 600 незаконных торговых объектов, сообщили в прислужбе правительства города. Дмитрий Овсяников дал поручение начальнику управления потребительского рынка и лицензирования приступить к демонтажу нестационарных торговых объектов. Глава города подчеркнул важность учета интересов граждан в ходе проведения работ, предоставить альтернативные площадки для ведения торговли. Сейчас на городских рынках более 780 свободных торговых мест. В первую очередь сносу подлежат точки, которые не вписываются в архитектурный облик города. До конца года планируется убрать около 300 объектов. Начиная с 11 сентября владельцам начали отправлять соответствующие уведомления. Каждый собственник может сам демонтировать незаконный павильон или палатку. В случае, если он этого не сделает, убирать незаконные объекты будет правительство города с последующим взысканием стоимости работ с владельца. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о передаче государственного унитарного предприятия «Севастопольское авиационное предприятие» в федеральную собственность. Информация опубликована в четверг на официальном сайте правительства России. Предприятие выполняет работы и оказывает услуги для обеспечения обороноспособности страны, исполняет государственные контракты по капитальному и восстановительному ремонту вертолетов и покупных комплектующих изделий для нужд Минобороны России и в интересах иностранных заказчиков. «Севастопольское авиационное предприятие» включено в сводный реестр организации оборонно-промышленного комплекса России. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса, развитие комфортной городской среды, капитальное строительство. Такие вопросы поднимали на первой конференции «Туризм и индустрия», гостеприимство, открытый диалог бизнеса и власти. Здесь собрались представители правительства города, турфирм, отели, экскурсоводы. Обсуждали, как привлечь отдыхающих на полуостров, обеспечить конкурентоспособный сервис и развивать отрасль. Высокий туристический сезон еще не закончен, он продлится до ноября. По предварительным данным, с начала года Севастополь уже посетила порядка 300 тысяч туристов. По официальным данным, заполняемость коллективных средств размещения отелей, пансионатов, мини-отелей выше, чем в прошлом году. Средняя заполняемость 67%, у кого-то наполовину заполнено, у кого-то на 75%. Средняя наполняемость аналог прошлого года. По наполняемости там других регионов даже выше. Что касается цен на размещение, она находится на уровне прежнего года, а в сегменте пансионата даже снижена. Мы успешно конкурируем в этом смысле с Сочи, с Краснодарским краем и с Республикой Крым. У малых отелей сезон удался. В частности, в моем отеле процент загрузки был примерно 80-90%. В этом году дачи и все квартиры, которые, например, на Фиоленте стояли, точно знаю статистику, они были вообще не заполнены. То есть заполнен средний сектор, как раз вот малые отели, малый и средний бизнес. Потому что мы держим правильную ценовую категорию. Мы даем сервис, например, вот говорим о том, что у нас две звезды, даем на уровень три звезды. По распоряжению руководителя города Дмитрия Овсяникова в закон об образовании внесут поправку. Он даст возможность бесплатно перевозить учащихся из отдаленных районов города. Фиолента, Сапунгары, Дергачи. Об этом в ходе заседания правительства заявил директор департамента образования города Михаил Родиков. У нас есть 5-й подраздел 14-й статьи, который говорит, что организация бесплатной перевозки обучающихся между поселениями. Но в то же время 17-й ЗС говорит о том, что, я имею в виду, об административно-территориальном делении города Севастополя, там нет такого понятия поселения. Мы предлагаем эту коллизию исключить. Севастопольские предприятия впервые примут участие в международной выставке и конференции по гражданскому судостроению, судоходству, деятельности портов и освоению океана и шельфа Нева-2017. Об этом на заседании правительства сообщил директор департамента экономики Севастополя Эльмдар Ахтемов. Мероприятие пройдет в конце месяца в Санкт-Петербурге. Севастополь представит делегации из 9 профильных предприятий. В рамках госпрограммы развития промышленности и повышения ее конкурентоспособности для организации выставочной площадки от Севастополя и аренды оборудования выделено свыше 1 миллиона рублей. Ограничения на розничную продажу алкогольной продукции будут вводить в праздничные даты дни проведения массовых мероприятий и при режиме ЧАЭС в Севастополе. Они могут коснуться места, времени и условий реализации спиртных напитков. Об этом заявил начальник главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников. Запретить продажу алкоголя могут по усмотрению организаторов мероприятий либо ведомственного исполнительного органа власти. В городе появятся четыре новые клумбы. В настоящий момент ведутся работы по их проектированию. На реализацию проекта выделено 2 миллиона рублей, сообщает прислужба правительства Севастополя. Появятся клумбы на крупных городских развязках. Античный проспект, площадь 50-летия СССР, Фиолентовское шоссе и Свято-Никольская площадь. Открыть объекты планируют весной 2018 года. В Севастополе разыскивают двух несовершеннолетних. Оба подростка ушли из дома 12 сентября и до сих пор не вернулись. Максим Колесник, 2000 года рождения. На вид 17 лет, рост 173 сантиметра, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карии, сутулица. На правой лопатке большое родимое пятно, на шее большая выпуклая родинка. Был одет красная майка, серая спортивная кофта, серые джинсы, коричневые кроссовки, очки солнцезащитные с темными стеклами в черной оправе. При себе имел большая оранжево-черная спортивная сумка. Яна Королькова, 2001 года рождения. На вид 15 лет, рост 164 сантиметра, худощавого телосложения, волос белый кучерявый. Была одета рубашка синяя в мелкую клетку, джинсы голубого цвета, кроссовки синего цвета. При себе имела рюкзак сине-бело-красного цвета. В случае получения какой-либо информации в отношении разыскиваемых, просим сообщить по телефону 102. В Центральной городской библиотеке имени Толстого открылась выставка графики. В экспозиции около 20 работ четырех авторов. Все они преподаватели Севастопольской художественной школы. Мастера творили в нескольких техниках, одна из которых – линогравюра. Эскиз режется на листы линуолюма, а затем делается отпечаток. Так рождается картина. На выставке можно увидеть также цветные и монохронные гравюры на картоне. Сюжеты разнообразны. Цветочные композиции, пейзажи, портреты. Погрузиться в мир печатной графики можно до 8 октября. Для того, чтобы возникла любая линия, ее нужно сначала проработать в эскизе, потом ее нужно на твердом, или хотя бы относительно твердом материале, как в линолеум, вырезать. То есть она приобретает какую-то такую ценность, какую-то такую выразительность, будучи вот так проработанной, которая все-таки не возникает в других техниках. У нас нет типографских красок, таких, которые нужны были бы для печати. То есть художник должен из масляных красок приготовить себе нужный цвет, нужную смесь. Обезжирить. С эскиза нужно переносить каждый цвет на доску и каждую доску резать отдельно. Вот. А потом каждый цвет собирать и печатать на одной доске несколько раз. И о погоде. Как сообщает Крымское управление по гидрометеорологии, 15 сентября в городе Малооблачно. Ветер ночью восточный, днем северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 17 градусов, днем плюс 25, плюс 27. 16 сентября в городе Малооблачно, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов, днем плюс 26, плюс 28. Средняя температура воды у берегов Черного моря плюс 23 градуса. И на этом пока все. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на нашем сайте xtv.ru. Следите за развитием событий вместе с нами. В студии был Дмитрий Дудко. Я желаю вам всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok